Ммммм, трудно, очень трудно. Сколько ты зарабатываешь? Оксимирон и гнойный. Кого захейтишь, кому дашь свой респект. У меня пропало вот это вот желание всем доказать, что я пиздатый пародист. Я доказал. Штамп пародиста теперь всегда с Ильей. Как у Якубовича Поле чудес, как у Шварца Терминатор, как у Светлакова Дулин. Рано или поздно сатиру захочется отмыться от ярлыка пародиста. Но, увы, это будет очень сложно. Саню пришел. Вот и Санек подошел. Ну ладно, давай, Олежа, пересаживайся. Да почему опять пересаживайся-то, Амиран? Ай, 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 ай. Как тебе, Амиран? Ничего, нормально. Может быть продолжение? Да не, не надо продолжение. Как в моей истории с пародией на Олега, на текилу и так далее, где я якобы такой, знаешь, царь-хач, который их там за людей не считает. Так это же правда. А поцелуй деньги. Да ты что, хороший, Амиран? Я сказал, целуй деньги, сучка. Сатир это просто талантливо обыграл. И, безусловно, Амирана и его друзей это взбесило. Пиздец, как ты нас столкнул на самом деле в какой-то момент. Он просто показал твое истинное отношение к людям, замаскировав это под юмор. И вроде даже не придраться. Это же просто шутки. Пухач хочу взять. Че хочешь? Пухач. Пухач, на тебе. Пухач. Ты руинишь людям проекты, блядь. Нет. Ты иуда. Скрытая агрессия, спрятанная под маской юмора. Ты настолько хорошо меня спародировал, что я тебя ненавижу. Я прочитал это слово в книге. Ты моих пацанов грузанул тогда так сильно. Ой, как интересно про это поговорить, блядь. Что мы были на грани расставания. Серьезно? Из-за пародии? Мы всегда были. Так это же не просто пародия. Это высмеивание, которое увидело десятки миллионов людей. Пацаны. Теперь с Амираном стали друзьями, ведь Олега нахуй посылали. И сейчас вот выходит Олег и Кила, и вы начинаете. Да, вот для чего ты меня сюда позвал, чтобы наконец-то вы помирились, топча моё ебало, втроём. Вот что-то ещё можешь привести в пример, когда ты для себя смотришь и думаешь, блядь, да не, ну здесь, наверное, не буду лезть. Я знаю, с однорукого человека там. Это были съёмки передачи про животных. Про животных, блядь. Про семью твою, шо ли, блядь. Про жену твою, блядь. Как раз попал в то, что я делал в целом. Да? Ну да, у нас же была пародия, на что было дальше. И там я пародировал Сергея Дедкова, однорукого человека. А ведь сатир-то суровый человек, сколько в нём спрятано, холодный и уверенный в своих навыках. И там я пародировал Сергея Дедкова, однорукого человека. Да, я сделал. И буду делать дальше. Это для тебя не жёстко? Нет, видишь, ну мне кажется, не жёстко всё, что условно люди выносят в медиа. Интересно, а кто-нибудь пробовал спародировать самого сатира? Ведь он настолько является заложником своего образа пародиста, что вообще непонятно, а настоящий ли он вообще сейчас на этом подкасте. И если вдруг найдётся ещё один талантливый пародист, то на что ему ориентироваться? Там же вылезет Дудь, Теньков, Мирон, Собчак, да кто угодно. А мы пробуем следующий формат, набирающий популярность в ютюб-блогах. Профдеформация забирает часть личности настоящего Ильи Сатира. Это та жертва, последствия которой он пока так явно не ощущает. Но я предполагаю, что ощутит, возможно, чуть попозже. Сатир уже как будто бы не человек. Это как будто бы собирательный образ. 20 личностей в одной. История, где тебе нужно очень сильно заебаться. И заебаться. Вот, Оксимирону Элису, пожалуйста. Причём тут это? Ты понял, что я тебе говорил? Моё время на исходе. Это то, что вы сделали достоянием общественности. Значит, я имею полное право сделать пародию, пошутить над этим, высказать своё мнение. Высказать своё мнение через пародию. Это беспроигрышный вариант. А в случае предъявления претензий говорить, что это просто юмор. Это пародия. Не нужно обижаться. Серьёзно? Из-за пародии. Мы всегда были. Давайте вместе посмеёмся над тем, как я испортил вам репутацию. А ваша репутация влияет на ваши гонорары. А гонорары на жизнь? Тебе 33 года, да? 34 будет. Как тебе удаётся в этом возрасте ещё вот это чувствовать? Это же такой детский вайб достаточно. Думаешь, детский? Ну, конечно. Провокационный вопрос, вынуждающий сатиры оправдываться. 33 года разве это много? Весь шоу-бизнес забит 40-50-летними комиками. Даша, здравствуйте. Здрасте. Вам есть 18? Да. Всё, слава богу. Пошли ебаться. Друзья, а можно ли вообще назвать это юмором? Это просто мы отвлеклись. Давайте продолжим про сатира. Как тебе удаётся в этом возрасте ещё вот это чувствовать? Это же такой детский вайб. Да даже если это детский вайб, что из этого следует? Здорово, орут. Братик, дружись. Сколько сотен ребят остались позади, безызвестными в ремесле пародии. Сатир обошёл их всех. Сатир, на первый взгляд, может показаться милым и улыбчивым собеседником. Но в реальной жизни, в своих делах, в своём ремесле, он очень агрессивен и неуступчив. Он готов побеждать и конкурировать. И на этом интервью, на мой взгляд, он просто выдерживает технологию. И держит маску. Конечно, есть какие-то вещи, которые мне бы хотелось, чтобы одна аудитория... Когда напротив тебя сидит смотрящий в глаза собеседник, это сложнее, чем произносить отрепетированный текст пародии в домашней обстановке, когда все свои. Но тут сатир выкрутился. Самоирония для пародиста – лучший выход из неловкой ситуации. Прежде чем задам следующий вопрос, я, знаешь, на чём себя поймал? Я вижу все твои образы спародированные сейчас. Да. В разных интонациях. С тех пор, как я начал баловаться Гроуфудом, я смог выйти на 200 тысяч отжиманий. То есть там в тебе проскакивает Тиньков, Давидыч, блядь, вообще все как... Интересно, конечно, конечно. Я думаю, ты что, ты в меня поселился сильно. Илья сатир уже сам признаётся в том, что в каком-то смысле стал жертвой своих пародий. И, безусловно, он комбинирует эти образы в своей психике. И когда сатир говорит, непроизвольно может вылезти кто угодно. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. А можешь назвать имена, на кого ты хотел бы сделать пародию, но боишься? Да, это очевидный, мне кажется... Но первые два имени я догадываюсь, какие... Сатир не будет делать пародию на тех, кого даже боится назвать. Что, в принципе, понятно и рационально. Сатир знает, где могут начаться проблемы и где нужно притормозить. Я недавно даже видео записал, реакцию на твой... А я видел твое видео. И что скажешь? А я скажу, что это петушиный поступок. Сатир очень хорошо отыгрывает. Но с глазу на глаз на интервью в нем считывается нервозность и волнение. Что я могу сказать как наблюдатель? Что сатир волнуется и переживает. Он очень сильно хочет всем понравиться. Бегающие глаза Ильи, слегка злое выражение лица, отсутствие расслабленности, резкие и дерганные движения, неспособность формулировать мысли, говорит о том, что Илья взволнован на этом интервью. И он хочет это скрыть. Поэтому рукописи не горят. Согласен. Нет, ты не оглупел, Илья. То, что с тобой сейчас происходит, называется волнение. Ты очень сильно переживаешь за свою репутацию. А Собчак мастер сплетен и интриг. И глядя на нее, эта информация на тебя давит. А еще к тому же, возможно, она точит на тебя зуб за твою блистательную пародию на нее. Кто у нас тут дрокает? Но она тебе об этом не скажет. А вот Амиран сказал. Ты руинишь людям проекты, блядь. Нет. Ты Иуда. Друзья, небольшое объявление. Я хочу пригласить вас на мой телеграм-канал. Там уже есть конкретные и подробные рекомендации по психологии. Мы также в телеграме разбираем и других известных персонажей. Их поведение, их поступки. Также обсуждаем социальные ситуации с жизнью. Отношения, ложь, лицемерие, предательство, сплетни. Всех жду. Ссылка в описании. И снова к ролику. А у меня нет такого образа, что я очень хороший. Ты веселишь людей. Конечно. Я же никого не говорю, что он очень плохой. Я говорю, он очень смешной. В своих вот этих проявлениях над этим давайте поржем. На мой взгляд, безусловно, то, что делает Сатир, это прикольно и смешно. Но это со стороны зрителя, конечно же. А со стороны объекта пародии. Сатир там не один. Там целая команда изучает каждое движение, каждое действие, мимику лица, жесты, тон голоса, громкость голоса. Я отжимаюсь полторы тысячи раз, по 50 раз. Я могу... Полторы тысячи раз за день? За где-то три с половиной часа. А вы думали, это пиздёж про 500 тысяч отжиманий? Хорошо, когда ты понимаешь, что ты делаешь больно герою объекта своего. Но я же знаю, что ты понимаешь. Но ты же понимаешь, не лукавь, старик. Я уверен, что ты чувствуешь. Илья и его команда может заметить и подметить в человеке то, что может не узреть самый близкий родственник. Потому что он профессиональный актёр с гигантским опытом. Это его поле. И Сатир выставляет эти тонкие психологические моменты на миллионную аудиторию. Он выставляет на показ объекта пародии в психологическом плане оголённым. И выпячивает на показ все им и его командой подмеченные слабые места. И при этом на интервью Илья хочет сделать вид, что как будто бы он этого не знает объекта своего. Ты так это делаешь больно. Но я же знаю, что ты понимаешь. Кто-то из персонажей этого, возможно, и заслуживает. Но сам Сатир, как человек, неискренний. Он виляет постоянно. Он мне написал ВКонтакте свою, значит, оценку того, чем я занимаюсь. Тоже очень негативную. Типа хуйня какая-то. Это что, говорит, за хуйня, что ты там клоуном пляшешь вот это вообще с какими-то педагогами вот в этом шоу. И меня тоже порвало нахуй от этих слов. Злость, бессилие, отчаяние, желание зацепить, повлиять. И поскольку отец не умеет этого делать, он идёт в лобовую атаку и начинает обесценивать. Ничего нового. Я очень сильно грубо ему сказал, чтобы он никогда в жизни больше мне не писал. Предположим, что Илья говорит правду сейчас. Но ты же сам пародист и провокатор. Тогда почему тебя самого так легко задеть? Если отец Сатира бросил их семью и спустя десятки лет появился, стоит ли вообще воспринимать хоть одно его слово всерьёз? Вопрос открытый. А ты понимаешь, почему в 2018 году люди хейтили тоже ВК сильно меньше, чем в 2023? Конечно, я понимаю этот фон. Естественно, я же не дурачок. Можешь пояснить, почему? Ну, потому что ВК форсится тот момент, что ВК имеет, не будем сейчас вдаваться в подробности, скажем очень грубо, ВК имеет связь с государством. Вот так мы это назовём. Всем понравиться не получится, и обстоятельства вносят свои коррективы. Сатир просто хочет делать пародии, смешить людей и зарабатывать деньги. Он понимает, что за его словами следят. И вот он думает, как бы и лишнего не взболтнуть, и в то же время как бы и хейт не словить. Трудно Илью за это критиковать, потому что на таких уровнях действительно становится уже сложновато. Делал Дудя? Не делал. Можешь мне, вот как человек, который его, наверное, так же глубоко изучал, его феномен объяснить. Понятно, что это провокация от Амирана для того, чтобы придать эмоциональную окраску вопросу. Позвольте повестись. В Юрии Дуде нет никакого феномена. Это обычный нормальный журналист. Возможно, даже хороший. Предполагаю, что его искусственно раскрутили и распиарили в начале его проекта. При капитализме тот, у кого деньги, заказывает музыку. Возможно, ему просто помогли. Проблема в том, что нельзя всем стереть память, как в фильме. Ну, и? Предлагаю подвести итог краткой характеристикой. Илья Сатир – человек не совсем искренний, хотя хочет им казаться. Вертлявый и сомневающийся в себе. Актер по натуре и по профессии. Актер талантливо играющий и хорошо произносящий заготовленный текст пародии. Но в живой беседе Илья тяжело выдерживает давление острых вопросов. С Амираном он держался более-менее. Но с Собчак волнение было запредельным настолько, что даже мешало формулировать мысли. Предлагаю посмотреть, как себя чувствует уверенный человек рядом с Собчак. А теперь объяснись. Ну, смотри. Я считаю, что у Алишера косяков-то побольше будет. Но ему на это пофигу. Друзья, по желанию можете посмотреть ролик про Алишера. Он уже есть на канале, примерно в таком же формате. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, кому понравилось. И обязательно делитесь вашим мнением. Если вам интересно, что я делаю, то я хочу пригласить вас к себе в Телеграм. Контент там выходит чаще и острее. Также мы можем общаться и делиться идеями. Субтитры сделал DimaTorzok